Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию на приговор Сесердского городского суда осенью прошлого года строго наказавшего двух бывших друзей, создавших популярное автосообщество ВКонтакте ДПС Онлайн и пойманных с большой партией ими же изготовленных наркотиков. Срок заключения одного из них, Данила Каличенко, снижен с 17 до 14 лет. Тау рассказывал об этой яркой в всех отношениях истории грехопадения с самого ее начала. 12 февраля 2019 года в Сесердском районе Свердловской области на выезде из коллективного сада в селе Кашино полицейским был остановлен дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser 200 с, что называется, блатными номерами, в салоне которого находились двое, на тот момент еще друзей, Данил Каличенок и Игорь Мещеряков. Эта остановка не была случайной. Ранее общественники из фонда «Город без наркотиков» получили информацию о возможной причастности этих друзей к торговле наркотиками. Этой информацией волонтеры поделились с полицией. Подозрение подтвердилось. В машине задержанных оперативники обнаружили более 700 грамм еще мокрого, только что изготовленного мифедрона. Владелец автомобиля Каличенок свою вину изначально отрицал, заявив, что машина официально принадлежит его жене, изъят у него десятый айфон и ежи. За рулем Крузака был его друг Мещеряков, а дача, с которой они едут, родительская. Впрочем, позже в ходе следствия и суда Каличенок все же вынужден был признать, что принимал участие в изготовлении наркотиков, но исключительно в целях личного потребления. Совсем по-другому повел себя его напарник Мещеряков, и, глядя на его лицо, можно догадаться, почему. Игорь рассказал, что был втянут Каличенком в незаконный оборот наркотиков. Он помогал ему сначала приобретать, затем производить синтетические наркотики, хранил их в своей квартире, а впоследствии сбывал посредством устройства тайников, так называемых закладок. В квартире Мещерякова сыщики нашли еще почти полкилограмма мефедрона, а в компьютерах и смартфонах обоих электронные доказательства сбыта наркотических средств, получения прибыли от этой деятельности, а также, как решил суд первой инстанции, фактов легализации полученных денег. Так, согласно ранее прозвучавшему приговору, Данил Каличенок легализовал в общей сложности 11 миллионов 325 тысяч 279 рублей, из них порядка 10 миллионов посредством покупки, а затем продажи криптовалюты биткоинов, и свыше миллиона рублей путем получения на банковскую карту Киви кошелек и последующего обналичивания. Однако Свердловский областной суд вынужден был согласиться с мнением адвоката Каличенка, что в действиях его подзащитного не было состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ об отмывании преступно полученных доходов. Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года, объективную сторону этого преступления составляет не сам факт получения прибыли от преступных деяний, а только последующее совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами с целью придания им законности приобретения, то есть вовлечения преступных денег в легальный экономический оборот. Каличенок же, во-первых, ни в какую экономическую деятельность эти средства не вовлекал, а распоряжался ими в обычной жизни. Не прибегал он и к конспирации при легализации средств, и, наконец, вообще не успел получить никакого дохода от наркотиков, которые были у него изъяты. Он был судим за покушение на сбыт в особо крупном размере, а факты ранее совершенного им сбыта в суде не рассматривались, точнее, служили только доказательством серийности и серьезности имевшихся у него намерений на сбыт новых наркотиков. Именно исключение из приговора обвинения в легализации преступных доходов и позволило сократить ему срок лишения свободы с 17 до 14 лет с содержанием в колонии строгого режима. Нет, сам Каличенок и его адвокат, конечно, добивались большего. Отмены наказаний по другим пунктам обвинения, ссылаясь на недопустимость полученных доказательств. Но касационная коллегия облсуда подвергла сомнению лишь одно доказательство его вины, а именно показания, данные на него его друга Мещеряковым сразу после задержания, до момента возбуждения уголовного дела. Однако массив всех других доказательств судом был признан достаточным. Кстати, сам Мещеряков, активно сотрудничавший со следствием, остававшийся на свободе до приговора и получивший в два раза меньше своего товарища 8 лет строгача вместо 17, попыток обжаловать решение суда первой инстанции не предпринимал. И в этом апелляционном слушании не участвовал. Продолжение следует...